Новогодняя премия улетела бомбить Сирию. Не с вполне понятным воодушевлением сообщил Колян, открывая совещание. Надо понимать серьезность текущего политического момента, уважаемые коллеги. Весь отдел проектирования наземных мостосооружений Центрального градостроительного института, 23 особо мужского и женского пола хмуро, но в целом одобрительно, промолчал. Однако это не самая плохая новость. Нам урезали бюджетное финансирование. По этому решениям руководства отдел переводится на сокращенную рабочую неделю. Рабочие дни понедельника и пятница. В остальное время вы вольны делать все, что пожелаете. К сожалению, зарплата будет уменьшена пропорционально. Мера, надеюсь, временная. К весне ситуация обязана нормализоваться. Это что же получается? Возмущенно сказала Зоя Николаевна. Главный расчетчик. Дама почти пенсионного возраста, в молодости столь высоко ценившая свою красоту, что так ни разу и не вышла замуж. Лично у меня после уплаты налогов остается 14232 рэ в мэ. Смеетесь что ли? Вы против уплаты налогов? Спросил Колян. Против уплаты налогов мы не против. Вместо Зои Николаевны ответил Сергей Борисович, ведущий специалист по стяжкам, метивший в свое время на место Коляна, но пролетевший мимо должности, как говорят, из-за того, что его симпатичная жена крайне неудачно не согласилась на предложение одного большого начальника. Мы не против налогов. Только жрать иногда охота. Товарищи, вы серьезные взрослые люди, а не какая-нибудь там безбашенная молодежь. Надо войти в положение. Финансовый кризис, курс доллара, санкции. Потерпите. После совещания вдвоем с Коляном мы сидели в курилке. Мы давние приятели. Учились в одном институте. Че думаешь? Сказал я. Думаю, что хана. Ответил Колян. Не удивлюсь, если институт прикроют. А кто мосты будет проектировать? Найдется кому. Сердито сказал Колян. Австрийцы, бразильцы, нанайцы, американцы. Святое место пусто не бывает. Да. Ищи работу. Трудовая пусть пока в институте полежит, чтобы стаж не прерывался. К поиску работы я отнесся со всей ответственностью человека с высшим техническим образованием. Разместил объявления в интернете. Позвонил по десятку вакансий. Прогулялся на биржу труда. И наконец оказался в кабинете заведующего продуктового магазина, который находился в соседнем доме. На транспортных расходах сэкономлю. Логично решил я. Нам нужны на четыре с фасовщики товара. Сказала хохлушного вида тетя. Тысяча двести за смену пойдете? Пойду. Сказал я. Давно мешки не таскал. Вам сколько лет? Сорок три. На грани. Сказала тетя. Но мужчина вы вроде крепкий. Оформим по договору. В молодости было дело. Вагоны я разгружал. Но это было в молодости. А сейчас, после ночной смены, спину ломило по черному. Грузовика три раскидал, подумал я. Надо бросать курить. А то ведь сдохну на этой работе. Я закурил. Плюхнулся на лавочку. И уставился на ворону, которая невозмудимо что-то клевала прямо передо мной. Вот тебе хорошо, сказал я. Летаешь как птица. Потому что ты и есть птица. И на все тебе. Между прочим, еще Декард заметил, что человеческая рефлексия основана на тофтологиях. Я недавно перечитала его на французском. Была в таком восхищении. Здорово, поперхнувшись, сказал я. Доброе утро, сказала ворона. Пивком угостишь? Я тебя вчера приметила. Ворона с удовольствием отхлебнула темного очаковского. Уж больно понуро ты на работу шел в магазин. Из интеллигентов поди. Есть такой грех. Обучался наукам, сказал я. А я все больше по помойкам. Люди такие книжки на улицу выбрасывают. За триста лет не прочитаешь. Невероятно, сказал я. Где ты научилась говорить? Магия. Неопределенно, сказала ворона и махнула крылом. Долго объяснять. У меня к тебе деловое предложение. Мне сверху видно, что блестит. Золотишко, монетки, шмотки какие поприличнее. А вот со сбытом беда. Не могу же я в самом деле в ломбард прийти и найденное кольцо заложить. Не поймут, сказал я. Народ все больше консервативный. Дальше своего носа смотреть не хочет. Вот и я о том же, сказала ворона. Предлагаю бизнес. Я нахожу, ты сбываешь. Моя доля пива и креветки каждый день. Уж очень я морепродукты люблю. Давай, сказал я. Мне терять нечего. По рукам. В смысле, по крылу. Тебя как звать-то? Называй Аглая, сказала ворона. Имя романтичное. И у Федора Михайловича упоминание есть. Живем мы с Аглая хорошо. Финансовый поток наладился до такой степени, что в институт я и вовсе перестал ходить. Берем в меру. Ничего лишнего. Месячный доход соизмеряем с темпами роста инфляции. Если находим документы, возвращаем владельцам. В общем, все по-честному. Одно меня беспокоит. Вороны триста лет живут. Мне же Бог установил срок куда меньше. И я, увы, старею, а не молодею. Аглая эти разговоры не любит. Обычно ссылается на почитаемого ей Декарта. Живи здесь и сейчас, говорит она. Мысли о прошлом не порождают ничего, кроме страха. Будущее же ни нам, птицам, ни вам, людям, предугадать не суждено. На лето мы собираемся в Швейцарию. Швейцария, как известно, страна банков. Там такие чудесные помойки должны быть. Да и мне интересно на другую жизнь посмотреть. Продолжение следует...